Доброго времени суток Просто по Вене ездить весьма разорительно С той точки зрения, что парковки здесь очень дорогие И на этих парковках вы запросто можете разориться Зато вы можете спокойно приехать в такую штуку, которая называется П плюс Р И далее, используя парковку, которая будет стоить вам 6 евро за сутки А не 3-4 евро за час в парковке Спокойненько оставить машину и, соответственно, спокойненько же припарковаться Кстати, вот там дальше то, что называется газовые станции Очень и очень интересное место Когда-то бывшие большие газовые хранилища А теперь это обычные офисные здания Ну а я пока стою на перекрестке Я, пожалуй, выключусь, все равно видео буду монтировать Поехали дальше Кстати, вот я тут заметил, кто спрашивал меня, где там дешево остановиться В этом самом вот, пожалуйста, и без 59 евриков Так что вы запросто сможете остановиться в Вене Тут совсем недалеко станция метро И после 5 минут езды вы будете, соответственно, на месте А вот тот самый Вот тот самый Парк Андрайт, как вы видите, на Ю-3 Эртберг, соответственно, и Ибис находится Он чуть туда дальше, на Эртберг Ну вот это расстояние вам придется, да, прогуляться до метро Но я не думаю, что это очень большая проблема И, соответственно, поедем Куда мы поедем? Этот чувак куда-то вообще непонятно едет Окей, и вот здесь, вот здесь, вот мы сейчас И припаркуемся, то есть без каких-либо проблем Можем поставить здесь машину И вот, пожалуйста, да Как вы видите 3.40 И дальше Ну и едем, едем, едем Куда мы поедем? Первый этаж Интересно, тут места есть Я надеюсь, раз не горит красное Значит, места есть Кстати, видели зарядка для электромобилей Огнетушители Прочитал, кстати, интересную шутку Типа, если вы хотите быстро двигаться в толпе Возьмите с собой огнетушитель и бежите Никто не будет останавливать человека, который бежит куда-то с огнетушителем Места, места, места Слушайте, как обидно-то, а? А места и нет Сейчас поедем Еще посмотрим Ну, в общем, я буду кататься А вы смотрите Тут у нас что? Тут тоже нет Обычно-то есть Если поискать Так, там нет А вы смотрите дальше Я уже покажу, собственно говоря, метро Ну, и поднявшись на лестнице на один этаж Мы попадаем в такой вот надземный переход Вот трасса, по которой я приехал Самое интересное Да, вот она, кстати Самое интересное, что видите Вот эти автобусы Под этой трассой Находится ужасный на вид Вот реально ужасный на вид Кто воспользуется им Просто не ожидайте там ничего Увидеть Это Вена Интернешнл Баз Терминал Реально Вот посмотрите Я сейчас подойду Там будет с другого угла Видно То есть это фактически парковка Разделенная опорами Над которой идет трасса А внизу автобусы И все Там нет никаких условий Вот рядышком То есть ничего Пришлись или на автобус уехали Какие-то забегаловки Неизвестных производителей Тут проходил только что Бургер МИД Ну и все И дальше метро Я сейчас сажусь на метро Чтобы вы понимали До станции МИД Здесь две остановки Да А вот реально две остановки Мы сейчас На Эденберг Блин Вот как мне Всегда нравилось Что В метро нет карты В общем Сейчас мы О! Двадцатку разменяю Разменяю-ка я двадцатку Кто не в курсе Здесь очень легко Хотя Нафиг не разменивать двадцатку Здесь очень легко Ездить Да То есть типа Мы берем Говорим Что хотим Проехать Всего-навсего Один билет Прокомпосировать Сейчас Потому что он мне нужен Да Вот одна поездка В пределах Вены Окей Внести плату Вносим Купюрочку Ага Двадцатки Она не брала Она показала мне Только здесь Вот пожалуйста Билет уже готов И Моя сдача Тоже готова Если вы купили Билет Без Времени Пробивания Вот таким вот образом Да У меня видите Время Его надо пробить Вот сюда Всунуть А второй раз Если вы купили С временем Пробивания Билет Не надо Засовывать Ну и дальше Катаетесь По времени Своего билета Который вы купили Если я не ошибаюсь Этот билет Нам дает Два часа Ой чуть не упал И дальше А вон у нас сейчас Будет Карта Вот Ну так понятно Семеринг Это туда куда Поезда На Братиславу Ходят А Окторинг Это туда куда Мне надо И вон пожалуйста Мы Эдельберг Потом Шварцгасс И Кардинал Плац Роу Гаш Ленд Штурмит И Штефанс Дом Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Станций До Центра Вены Ну а вот такие вот Ездующие Вагончики метро В принципе Абсолютно неплохо Так что я говорю С двух на один Не меняется Вот кто не понял Еще раз Еще раз Два Три Четыре Митте Вот это Лендстрассе Это Митте Студентор Студентор Это интересная станция Она находится В воротах То есть ее выход Это старые городские ворота Вены Они уже находятся Как бы под землей Город нас только поднялся Но загляните туда Там типа как золотые ворота Только золотые ворота Построили заново И они торчат А эти не торчат О Одна минута Ну и все Я поехал Я поехал Смотрите Дальше Как говорится Ну что Я вернулся Прошло 4 часа Погода все такая же Вон смотрите Народ Пытается перейти Дорогу В неправильном месте Еще и что-то выезжает Где-то паркуется Кстати На улицах Вены Можно также парковаться Во всех Незапрещенных местах Но вы попробуете найти Это незапрещенное место В центре Дешевле съездить А сейчас мы подойдем Где-то тут должен быть Банкомат Где наш банкомат Автомат Парковочный автомат Вот он наш парковочный автомат Вот тут я говорил Есть даже Видите Приличная Ну или более или менее Приличная кафешка И сейчас Сейчас Посмотрим Сколько у нас Чего Выйдет Купюры Они Принимают Вот пожалуйста Мы простояли Три часа И за него Четыре практически часа И за это время Чего ты Чего ты не хочешь Хорошая же купюрка Вот На еще раз На Та блин же Вы гоните Так Где вы такие Понабирали купюры Вот так вот Понимаешь Придется искать Другую купюру Подождите на минутку Потому что я Одну руку Это не сделал Расправились Все Можно выезжать Двигаемся вперед Где у нас тут Теперь надо найти Свой Парковочный этаж По-моему Он у меня Этаж ниже Я на двоечке Припарковался Да Это троечка Мы идем На двоечку И найдем Сейчас машину Но в общем Идею-то вы поняли По большому счету Как бы Съездить туда Утром 2.20 Назад Вечером 2.20 По Вене Да Это получается 4 евро И поставить машину На За 3.70 Еще на День Да Итого получается Если вы живете В пригороде То Примерно 9 евро Ну да 9 евро Будет вам Стоить 8.50 Ладно Нет 8.10 8 евро Будет стоить Один день Нахождения В Вене Если вы зарабатываете Меньше Не ездите В Вену На автомобиле Ездите Полностью Общественным Транспортом А теперь Так Это я проходил Где же Моя машинка Она там Где-то далеко Далеко Скучает Ну В общем-то Пока я иду Я буду прощаться Как вы поняли Идея Очень и очень простая Park & Ride Классные Классные штуки В Европе В Вене В Берлине В Берлине Я не пользуюсь особо Потому что я обычно В Берлин приезжаю По делам Надолго В Мюнхене Да Приехал Оставил машину И поехал себе В центре На метро На окружной Там в районе Той же арены Поставил машину И все как надо Кстати Я только что Шел Мужик Соответственно Прикольно На самокатике Да На самокатике Доехал Бросил машину И поехал себе Дальше Так А где мой Пепелац? Ага Вон он Мой Пепелац Популярны здесь Самокаты Я не удивляюсь Что китайцы В последнее время Активно делают Электрические Самокаты В общем-то Тоже Такой же Вот Как тут Вы видите Мини Кстати Тут рядышком Припарковался Такой же любитель Мерседесовской Классики Как и я Только более старый Вот посмотрите Какая точила Стоит Ах Посмотрите Какой там Салон Там же диваны И прочее 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 Ну и вот Мой Маленький Мерседесик Вот этот Козел Припарковался Вообще Не знаю Как так можно Понятно Что из какого-то Села Не из Вены Вот Приличные люди На приличной машине Прилично паркуются В общем Я буду Прощаться Идею Вы поняли Так что Ищите Park and Drive Парковки Park and Drive По Дене Приезжайте Оставили машину И пошли гулять И не думайте Что ее Эвакуатором Завезет Или вы Просрачите Время Все будет Хорошо Ну а на это Не прощаюсь Еще раз Напомню Что Можете Посмотреть у меня На канале Различные видео Посвященные путевым заметкам Внизу в описании Видео В сплывающих Аннотациях В карточках Все это есть Приезжайте Вена Классный город Про Вену У меня много Путевых заметок Ну и конечно Смотрите Из Берлина Путевые заметки Все это Я снимал В 4К Телефонов Под названием Xiaomi И сейчас Сейчас Поеду Поеду Домой Все Увидимся Пока С вами был я Игорь Шестидко Всего хорошего До свидания Всем доброго времени суток Мои дорогие телерадио И видеослушатели Снова с вами я Игорь Шестидко И сегодня Сегодня вы видите Продолжение Путевых заметок С Геопингена Где В выходные дни Раз в два года В сентябре Проходит выставка Марклина Где Марклин Представляет Возможность И посмотреть Что есть У них Из производства Как это все Производится Какие модели Выпускаются И так далее В общем Здесь собираются Все любители Железной дороги Моделек Игорь Шестидко Игорь Шестидко Игорь Шестидко